Всем привет дорогие друзья из Эскишхира! Сегодня мы отправляемся обратно, стоим на трамвайной остановке и едем на автобусный вокзал. К сожалению, на самолете у нас не получилось, поэтому едем обратно также на автобусе. Всем привет, мои друзья! В общем отправляемся в обратную путь до Аланьи. Мы уже доехали до автовокзала, из центра ехать всего 18 часов. 15 минут. Кстати, погода сегодня классная. Наверное градусов 10 может быть есть и цена на билет стоит 65 лир. Здесь есть вот такая вот тоже стойка секьюрити. На вокзале можно купить всякие вкусняшки и вот такие булочки. булочки по рубль 50 с картошкой, сыром, с разными наполнителями, мини-пиццы и сэндвичи. Ну конечно же, воду, соки, всякие разные жвачки и сладости. А мы идем на наш автобус. Через два часа будет остановка, где мы сможем уже покушать суп или какой-то салат. Помните, был салатный бар в прошлом видео? Так вот, я отведу в этот раз салаты. Наш автобус до Алани. 8 часов. И загружаем багаж. Мы уже загрузились в автобус. Едем примерно час. Нам принесли кофе, всякие разные вкусняшки. Примерно через два часа мы приедем на автобусную станцию, где сможем уже пообедать. Нашу дорогу из Алани до Эскишхира смотрите в видео, я оставлю его в описании. Ну а сейчас на улице, кстати, 10 градусов. Сейчас мы едем, смотрим телек, наслаждаемся панорамой. У Айхана телевизор не работает, поэтому ему остается только смотреть в окошко. По турецкому телевидению показывают очень много разных развлекательных программ, но самая смешная из них, это ангелы шоппинга. Несколько девушек им дают задания, и потом они идут, покупают какие-то вещи, и потом эксперты их оценивают. Они ужасно ругаются, орут друг на друга. Ну, в общем, полный ужас. Если вы поймаете хоть чуть-чуть турецкий язык, посмотрите, это будет очень интересно и весело. Иногда одежда, которую они покупают, ну, например, этот костюм полосатый, очень-очень смешно выглядит, и к моде и вкусу не имеет вообще никакого отношения. Мы приехали на автобус, в дистанции у нас есть всего 25 минут, чтобы покушать. Айхан берет суп. Какой сегодня есть суп, я не знаю. Айхан, сэйхан, где чёрт? Тандыр. Тандыр. Ну, а здесь... Здесь вот такие вот всякие разные вкусные блюда. Есть... Есть ещё... Десерты. Много-много-много разных десертов. Ой, что-то из свеклы похоже. В общем, всякие разные турецкие десерты, напитки. Ну, а я буду... Я буду салаты. Магазин Бойнер, также на втором этаже. И очень много сладостей, хлеб и колбасы. Настоящий турецкий сучук, джунгурет, сучук. Очень знаменитый. В общем, хлеб, сладости. Здесь можно купить много разных сувениров. Большой афьонский хлеб. 6 лир он стоит. Он очень тяжёлый. Весит здесь он 2 килограмма. Огромный большой хлеб. Качкилову. Всякие сладкие штучки. Дживизли, пикнис, сучук. Ну и, конечно же, колбаса. Вот, например, 120 лир в килограмм вот такой вот колбасы. И знаменитый сучук из афьона. 61 лира. Много-много вкусной колбасы. Ну, кстати, вы сами знаете, что в Турции колбасы не очень много. Здесь продают в основном сучук. Также есть сыр. Сыр. 47 лир. Тумпинир. Ужасно невкусный. Мне кажется, он просто ужасен. Масло. Вот так вот его пакуют и продают. 47 лир в килограмм. Различные сыры, халва. Здесь всякие леблеби, орехи, сладости. Ну и, конечно же, друзья, лукум. Лукум какой хотите. От самого дешевого за 17 лир, 40 лир. Самый мой любимый, кстати, вот этот лукум. Антепрюфистикл мини-лукум. Шоколадный. Ну и вот такой вот всякий разный, с разными начинками, посыпками. 35 лир. Средняя цена, кстати, недорого. Кстати, вот этот лукум тоже очень вкусный. С кусочками, с лепестками роз. Представляете? С лепестками роз. А это с гранатом. Также можно купить пешмания. Ну, грубо говоря, сладкая вата. 16 лир. Вот такая вот большая, большая толстая коробка. Наверное, целый килограмм пешмания. Ну, и всякие тут тоже сладости. По мелочи, орехи. Мёд. Сухие фрукты. В общем, если вы приедете, вы не останетесь недовольными. Думаю, взять, может быть, вот такую штуку. 22 лиры, кстати, стоят. Не знаю, сейчас посмотрим, что там мой хам нашел. Ну, а мы отправляемся дальше в Аланьо. Ещё, по-моему, шесть часов дороги у нас осталось. Чем мы обычно занимаемся в автобусе? Сидим в интернете, читаем. Может быть, какие-то мысли я обдумываю. Ну, а сейчас на обратной дороге Эхамон играет в игрушку. Пуговички. Кстати, очень развивает логику и мышление. И я смотрю вот эту передачу уже, наверное, два часа. Друзья, я, наверное, что-то не поймала. Потому что мода современная, это просто какой-то ужас. Посмотрите на эту юбку. Ну, я не знаю. Я очень люблю классический стиль, такие аккуратные вещи. Но, к сожалению, когда езжу на мопеде, редко получается одеваться так, как хочется. Но это просто ужасно. Вот современная мода. Особенно в этом году пальто. Такого покрою, как халаты. Никакого ни стиля, ни... Ну, очень некрасиво. Мне очень нравится. Вот, например, вот такое пальто, как у нее. Ну, посмотрите. Халат. Мода возвращается. В 80-е годы возвращаются. Ну, а что у нас за окном? За окном у нас 12 градусов. У нас тепло. И мы скоро, точнее, не скоро, сейчас полтретьего, часов в семь. Мы будем уже в Аланье. Если из вас кто-нибудь лимоны полностью, я, например, ем, и они мне не кажутся очень кислыми, Айхо даже не может смотреть на то, как я ем лимону. Айхо. 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 Ну, что, дорогие друзья, наше путешествие в Азхишхир подходит к концу. Скоро мы уже будем в Аланье, и, к сожалению, в Азхишхире мы были не неделю, а всего, сколько, три дня? Ну, грубо говоря, четыре дня. Посмотрели, и не даже половины, не посмотрели даже половины того, чего хотелось, поэтому поедем снова в скором времени. Айхо, он, вон, играет, играет в игрушки на телефоне. Что хочется вам сказать по итогу нашей поездки? Первое, это то, что в Турции, и по Турции путешествовать очень комфортно и удобно, и на самолете, и на автобусе, и на скоростном поезде. На скоростном поезде мы прокатимся в следующий раз. Дороги хорошие, и когда ты едешь на автобусе, такое ощущение, что ты как бы летишь, ну, как будто летишь на самолет, то есть очень-очень плавно, потому что дороги без всяких кочек, без колдобин и так далее. Автобусы останавливаются часто, билеты недорогие, поэтому, если вы хотите, думайте о том, чтобы путешествовать по Турции, на автобусе или на каком-то другом транспорте, вы также, кстати, можете комбинировать транспорт, обязательно, обязательно делайте это, потому что это и интересно, и, как я уже сказала, комфортно, и вы узнаете совсем другую Турцию, когда, например, из Алании отправитесь в путешествие в Скишхир, в Анкару или в Стамбул, или в каких-то других городах. Сначала вы можете, конечно же, из Алании доехать до Скишхира, и далее уже отправиться в Стамбул или Анкару. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, мы будем рады ответить. Если у вас есть какие-то пожелания, сомнения, ну, в общем, все-все, что вас волнует, вы можете написать и в комментариях, и по мере возможностей, и по мере знаний мы постараемся ответить на все ваши комментарии. Обязательно ставьте, конечно же, пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, потому что дальше будет много интересных и полезных видео. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, и всем всего хорошего. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.